Девушки отдыхают И вот теперь российская армия добралась сюда даже не на машине, а на броневиках. Итак, в эфире специальный проект военной приемки на колесах брони на Эльбрус. Но до Эльбруса-то надо доехать, и поэтому пока военные автомобилисты работают здесь, в этой пустынной местности, для того, чтобы понять, что могут сделать здесь. Эти тяжелые машины. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Похожи, и патронирование, и патронирование. И гидрость. И в других городах, в Киеве, и патронирование. Девушки отдыхают. Время для Российской армии. Он должен эксплуатироваться надежно от плюс 50 до минус 50. В этом наше отличие даже от автомобилей НАТО. У нас очень высокие требования надежности. И это не только по-другому, но и по-другому, и по-другому, по-другому, по-другому. Когда вы выбираете место для экспедитации, правительство выбирает место, где в мире вообще садится. В воздухе с дымом, который входит в все эти сады, и везде садится металл, как и везде садится. Но все это только в частности, part of the trial standing in the way of reaching the main ground of the expedition. Элбрус, Europe's highest mountain. Combat approved. В эфире военная приемка программы о самом современном российском оружии. Но этот выпуск мы начинаем в тех местах, где люди вообще-то всю жизнь перемещались на верблюдах, ну, и лишились редко на лошадях. И обратите внимание, на каких красавцах мы забрались сюда. Бронебики Тайфун-К, Тайфун-У, Торнадо. Сейчас остановимся рядом с начальником экспедиции. Милый Гонстантинович, сейчас мы выстроили наши автомобили в ряд. Что это за эксперимент? Значит, эта лабораторная работа называется «Оценка максимальной скорости автомобилей на грунтах с низкой несущей способностью». И выходить вот это все именно в барханы? Направить туда. И мы, значит, поймем, какая машина из всех этих членов экспедиции доедет дальше всех и быстрее всех. Так, можем отдавать команду? Да. Машинам по местам. Машинам по местам. Тайфун-У. Тайфун-У. Тайфун К. Урал Некс, несмотря на то, что у него сейчас кран с собой, уверенно берется за штурм этого бархана. Ну водитель, понятно, ведет себя достаточно умно, и идет не напрямую, не в лоб, а диагонально. A special aspect of this race is that they have a starting line, but not a finish line. The vehicle that goes the furthest and then returns to the starting line by itself Продолжение следует... 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 И все-таки, я до сих пор не могу понять, в чем смысл этих исследований. Сейчас мы оцениваем силу сопротивления фиксированию. То есть наша лаборатория репеткой тянет автомобиль, который, не используя педаль газа, перемещается, то есть проверяется сопротивление качению, и мы получаем определенные показатели, которые потом используем при моделировании эксплуатации автомобиля в различных условиях. Here is how they explained it to us. It's the same with humans. At the beginning, we know their weight, height, eye color. But if we wanted to know how many times that person could do a pull-up, we would need to test them. It is the same with these vehicles. We have to know everything about them. It's through these tests that the secret database of Russian military vehicle capabilities is born. Still, all these tests on the shore of the Volga are nothing compared to the main event. Thus, we're setting out to take the final test in the desert. This is the part where we showed you the promised rally over the sand dunes. A rutted dirt road, transmission towers, and lonely buildings on their horizons are the last remnants of civilization. Our convoy drives past them, leaving clouds of dust behind. Well, here we are headed into the sand dunes. We can see how the astrakhan steppe is burning. Here we can see how the bus bus drives us. The bus 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 drives us. The bus bus drives us. The patrols, if I'm not mistaken. And our tornado. We're going to have to get used to this dust for the next few days at least. It will follow us and our vehicles everywhere we go. We went a couple of miles ahead, and then it turned out that sand and dust are not the only things that make this desert so dangerous to our vehicles. To an outsider, this lake covered with salt may seem like a crust of ice or snow. But once you touch the snow, the illusion quickly fades. We went up to the commander's expedition to find this place. What's the danger here? The car's bleeding is due to the fact that we can never stop it from here. This is the dirt of the sea. Yes, the dirt of the sea. This is the dirt that they call good wood. Not good, they call it. You mean it's for the dirt? Yes, yes. From the view of the cars, this is a very dangerous place. And an aggressive field of salt is affecting the metal parts of the cars. And this is due to corrosion and so on. But do you want to say that this salt with the sand also has a difference here? Of course, of course. The leaders of the expedition called to make the first halt on the shore of the lake. This is understandable since salt lakes are not something you see every day. We'll talk about this in more detail. later. For now, we have to press on. We're in this step right now, so we occasionally run into animals. And at one point, we saw a herd of cows cross the road. Soon, we learned that we had not met them by accident. Well, here is another interesting place. We've asked to come here on the rifle. This is probably not to the question of safety, but to the question of what places we are. How deep are these places? Of course, I was really curious about what was on the other side of this fence. Alas, I couldn't see anything. But you, dear viewers, get a great chance to look at it from above, thanks to a drone. And this is what there is. Inside this closed square rests one of the world's most dangerous infections. We couldn't be happier to move away from this place towards an oasis where we'll set up an endurance race in the sand dunes. So, as you remember, the WAS quickly took first place right after the start. However, this victory was short-lived as the vehicle got stuck in the sand. The Typhoon U and the Ural next quickly took its place. The Typhoon K struggles with the sand for a while before it gets the upper hand and moves forward. The rest of the cars struggle to make their way through the thick sand with the same difficulty. Remember the folk wisdom, slow and steady wins the race. Looks like the driver of the heavy bass took this lesson closest to heart. This vehicle was lagging behind everyone at the start of the race, but now it overtakes all of its rivals and makes its way through the sand dunes farther than anyone else. It drives through the sand as if it were nothing. As if that is what the car was made for. The following day the Jeep designer explains the reason for its success. Well, yesterday, your boss, I would say, let's show him, you have to show him, right? Yes. Yes. Well, there, безусловно, the constructivist plays the main role. We should note that currently we're driving along the Volga at a speed of 40 miles per hour, but I barely feel any shaking at all. And let me remind you, we're driving on loose sand, not on a paved road. It allows us to place a complex of weapons, which will feel comfortable to the vibration of the waves. This is her beauty of this machine. For the rocket ship it's very important, so the speed of speed was maximum. But here the rest of the air, which does not allow us to move to the maximum possible possible. 80 километров в час. 80 километров эта махина может развивать. Ничего себе. Проходим брёвна и практически их не чувствуем. Теперь давайте посмотрим, что происходит на верхней части бауза while it drives through the sand. Вы можете видеть sand grains hitting its hull at full strength. Вы можете видеть что-то подобное когда смотрелся на машине. И sand только маленькая часть наших соревнований в этой экспедиции. Температура сейчас 36 градусов. Это в тени на солнце. Куда больше времени? 12 часов дня, а то и солнце в зените. И вот в этот самый момент в разгар жары и пекла мы переходим. Мы приступаем к оценке теплового режима работы агрегатов. Для этого в колёсном редукторе и в агрегатах трансмиссии, как например коробка передач, которую можно увидеть здесь установлены температурные датчики. During the tests, military motorists literally twined such cables all around the chassis. Eventually they all reach the cabin. Мы видим регистратор данных к которому подходят провода от датчиков температуры установленных в агрегатах. Цифра здесь 33 это? Цифра 33 это температура в агрегате в коробке передач. То есть мы ещё машину не запускали не заводили, поэтому температура равна уличной. Вот эта резинка это что такое? Это установлены датчики для оценки микроклимата в обитаемом объёме. The same sensors are installed near the pedals, in the geometrical center of the cabin and the air conditioner. After we return from the expedition, researchers will go over this data as well as the footage taken by the quadcopter of our drone during the vehicle's race across the sand dunes. So we're back in our sand races again. As we noted earlier, the BAS has become the leader. But with all due respect, it is no armored vehicle. You can't even call it a classic truck. That's why you can't exactly compare it to the other participants of this shakedown competition. Well, now let us see how the rest of the participants in this race are doing. the Ural. It's a relatively profitable situation. He's not in the weapon. So he's gone from quite far away. After a bit of a struggle, the Ural with a crane crawls over a sand dune and keeps going. Well, here's another interesting situation. It's a gas tornado with a weapon and a gas station and a gas station and a gas station with a gas station. Вот тут, конечно, включается в дело русская водительская мудрость. Водители поняли, что лучше выбрать оптимальную дорогу. Им же никто не говорил идти там параллельным курсом. Вот они все добираются до этой точки, преодолев несколько достаточно крутых горок. Водители поняли, что не было ожидания. В Тайфун-Ю арморедеху gets stuck in a sand dune и конкс out. В less than an instant, а Камаз мобильный лабораторий rush to its rescue. Но это все для того, чтобы не было. В Тайфун-Ю арморедеху gets stuck in a sand dune и конкс out. В это время, как Камаз мобильный лабораторий rush to its rescue. Апаз. Что произошло? Пришло застревание в песке Тайфуна-У из-за того, что отказал электронную систему управления двигателем. В связи с этим, он сейчас не может сам отсюда выбраться. Для этого мы используем автомобиль БАЗ-69092 полной массой 28 тонн, которая как раз нам и обеспечит эвакуацию автомобиля Тайфуна. However, even the БАЗ proves unable to rescue the heavy-armored vehicle. The military comes up with a new strategy. They will pull the Typhoon out using two vehicles at once. They attach the Камаз to the Typhoon and the БАЗ to the Камаз. But despite their efforts, they are still not successful. While we are puzzling over the Typhoon and the Tornado, another Udall vehicle is slowly but steadily driving down the road. I should note that the researchers put in a deep pit way before our journey to the desert. What for? They wanted to conduct another test. You see, during an expedition to the north a year ago, there were many occasions when the tornado-armored vehicle would save vehicles that got stuck in a ditch. They had a question, what would happen to the tornado itself in such a case? What would help it? Thus, the researchers recreated a similar situation on the bank of the Volga. This will be not only vehicles, it will be vehicles, it will be vehicles for the montage of weapons, for the montage of weapons, for the montage of technology. This will take full niche of the vehicle for the long-term control of the vehicle. With a load of 6 tons and higher than 30 tons. They can be performed in the modulo. We can have a formula of 4x4, 6x6, 8x8. Есть даже варианты прорисовки и предложения проработать уже 10 на 10. После того, как торнадо был в безопасности, милитарь позволил нас, в комбат-аппорте, проводить нашу собственную эксперимент. Одну интересную хитрость. Вы берете солярку. Почему именно солярку? Потому что она имеет клеящийся слой. Как наиболее доступное к тому же средство. Да, которое есть у всех военных. Надо заметить, что вот такой способ маскировки мы видели в Сирии. Не будем говорить, кто, как и для чего его применяет, но, по крайней мере, то, что эта вещь имеет место быть, мы видели своими глазами в реальной боевой ситуации. А few more pinches of sand, and we're almost done. Now we should just get behind the wheel to make sure the sand doesn't slide down. Let's go fast. The wind carries away the leftovers while the thin masking layer is only becoming planar, thus creating ideal conditions for camouflage. Так, надо сказать, что такого плана госиспытания бронница еще не проводила, но мы видим, что прекрасно наше покрытие держится, что машина приобрела свет песчаного хаки, назовем его так. Алексей, вот ты, как владелец, вернее, представитель владельцев этой машины, как думаешь, ничего там песком не повредили? Нет, конечно, ничего не повредили. То есть можно еще дальше добавить, и с машиной, там, с двигателем ничего внутри не станет? Нет, ничего не будет. Ну, единственное, могу сказать, что гоняет Леша, конечно. Так что, честно говоря, страшновато. Спасибо. Back to the sand dune race. Looks like the driver of this WAZ decided to adopt the tactic of a mad racer. As we've already said, he rapidly spurted into the lead, trying to take the sand dunes by sheer speed. But then he got stuck. As always, the KAMAZ-based mobile laboratory comes to the rescue. They are planning on reworking the car for use in the military. There are already plans to reinforce it with a bit of armor and increasing its off-road traversability. Currently, this WAZ has one and a half tons of cast iron bars stored in its cargo bed. Therefore, they're trying to evacuate our ballast-loaded racer from the battlefield. And then, a miracle happens. The armored vehicle that remains stuck despite the combined efforts of a cable, a winch, a KAMAZ, and a BAZ suddenly springs back to life. We can't say that it happens nice and smoothly, but it does seem that the Typhoon Yuu will get itself out of its hole by itself. When the fuel is running this barcane, it will make sense that the car will be turned out. And in the meantime, explain to you, what is the secret of this Uralse чудо? Why the car stood and stood and then took it and left? The problem was in the hole of the sand between the contacts. After the sealing, the fault was established. So, the problem is not in the sand, not in the sand, that you were stuck. It is... It is the pouring of the sand between the contacts. Ясно. Не успели мы выбраться из песка, как наши броневики заняли такую условно круговую оборону. И в центре этого случайно образовавшегося цирка работают сотрудники военно-медицинской академии имени Кирова. Что вы здесь делаете в этой экспедиции? Сейчас мы проводим оценку функционального состояния водителей на промежуточном этапе, на этапе отдыха. То есть это вот как раз те самые парни, которые все время были за рулем? Да, да, да. Мы оценивали функциональное состояние до начала марша. Вот сейчас промежуточная оценка. И, соответственно, в конце, после экспедиции мы также будем оценивать их функциональное состояние. Ну, тут надо добавить такую вещь, что когда сегодня днем мерили температуру, по-моему, на Солнце до 40... До 42 градусов температура достигала на Солнце. Машины нагревались до 56 и выше. 56? Да, да, 56 градусов. Вот эти бедные люди. И вот эти бедные люди. Они сделают зону. В времена, когда люди подняли свои карты в церковь, чтобы избежать от arrows. В наших временах, эта арморадная фортресса может избежать людей от болезней. И так, медики работают внутри, в зону этого фортресса. Они вымечают кровь, уровень воздуха в крови, вымечают состояние респираторных систем. Себя к жизни в такую жару. Сколько времени надо на отдых? Ну, не менее полутора-двух часов. Это максимально при очень тяжелых физических нагрузках. А сейчас наши функциональные показатели в норме. However, now is the time for food, not for work. There is always time for lunch, as you well know. Look at how this improvised camp in the desert is drastically different from the base camp we had on the Volga. Back there, every vehicle had its own sector. The leaders of the expedition from Bronytsi put their tents by the shore. The KAMAZ representatives and their creators of the patrol slept in their cars a bit closer to the road next to the tents of combat approved. И вот тут хочется обратить внимание на лагерь уральцев. Уж больно уютно они устроились на берегу Волги. И вот мы видим парковку броневиков после вчерашнего марша. Их приводят в порядок. Вот я прошу пустить воздух, чтобы вы увидели, сколько пыли и песка мы вчера нахватали. Это только одна машина и только за один день. И вот теперь давайте покажем еще один автомобиль, про который мы вам еще не говорили. Но для Урала это, возможно, одна из главных машин. И здесь же руководитель уральской экспедиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Покажите, что у вас. Этот автомобиль у нас предназначен для обеспечения испытаний в полевых условиях. Разделен на несколько отсеков. Отсек для работы инженеров по обработке результатов испытаний. Далее у нас имеется место для отдыха при испытаниях в полевых условиях. Здесь? Здесь место для приготовления пищи и мытья рук. Отдельно хочется рассказать про то, как уральцы живут уже здесь, за пределами машины. Тут несколько палаток. Прекрасно организованный в тени установленный стол, где угощаю всех желающих. Давайте покажем, позовем руководителя экспедиции астраханскими арбузами. Очень вкусные арбузы в Астрахани. Попробуйте. Ну и какая жизнь на берегу реки без рыбы? Вот сегодня на обед обещают сделать уху. Уху и щуки. И вот тут хочется представить повара экспедиции. Дело в том, что наш повар Иван, это не просто специалист по приготовлению пищи, это абсолютно сертифицированный человек, прошедший школу поваров Министерства обороны. Ничего не собрало? Нет. Чем мы кормим представителей экспедиции, участников? Ну вы пока кушаете рыбку с печенюшками, я вам представлю небольшой набор продуктов, которые выдали нам для экспедиции. Рис, гречка, макароны, печенюшки, галеты. Ну, соответственно, консервированное мясо, на нашем виде тушенка, и рыба консервированная. Сгущёночка, и, соответственно, чай кофе. Ну, так как мы находимся на реке Волги, соответственно, мы не можем брать эту рыбу, мы не можем брать эту рыбу и готовить ее для военных. Почему? Так как мы не знаем, что в ней находится, у нас нет сертификатов на нее качество. Вы видите, один important point of working as a military cook is that they are held legally responsible for the health of those they feed. Interestingly enough, half a year ago, Ivan had a problem that was the complete opposite of this situation. When the Brunnitsy facility sent an expedition to Katjerny Island, the temperature dropped below minus 22 Fahrenheit. So milk and eggs would just freeze. In the end, he had to feed the team with all the same canned meat and grains, making food on the go. Here on the Volga, in this small sandy paradise, we eventually talked our dear chef into cooking fish. Not for the military, but for us civilian journalists from combat approved. Turns out, military cooks have to know more than 200 recipes for different dishes, many of which involve fish. Eventually, we settle on pike soup. Our military cook cuts the fish into pieces. He puts it into a pot hanging over a bonfire. Ten minutes later, he adds potatoes, carrots, and onions to the broth. At the very end, Ivan asks us to douse a piece of burning wood in the pot in order to mask the river smell. This wonderful fish soup, watermelons from Astrakhan and sandy beaches. All these small pleasures of life are behind us. After we finish with the test in the desert, the convoy departs for Elbrus. Well, the most important thing is, of course, it will be a high level. It will affect the characteristics of the vehicle. But it will be done not spontaneously, it will be done by plan. In every station will be done by laboratory work. In the process of laboratory work, they will be able to get the facts, which will be compared to the Ministry of Defense, and what is made of the factory, and what is made of the factory. In the end, it will be made a decision. So our vehicles will very soon have to pass new trials of durability and endurance. This time against rocks and snow, all while in the rarefied atmosphere of the mountain air. However, you will only see this in the third part of our project, to Elbrus' unarmored wheels. This time against a lot of vehicles will stay at the top of our project, to Elbrus' unarmored wheels.